Прогноз топ-капера Рики на матч Арсенал-Эвертон. Эвертон, на твой взгляд, не проиграет в этом матче. При этом мой прогноз на матч Арсенал-Эвертон, на мой взгляд, достаточно логичную ставку я вам сейчас предложу, как раз-таки учитывая последние матчи Арсенала, да и Эвертона в том числе. Ставка 1x плюс обе команды забьют, куценз событий 2-19. Последних 4... Тихо. Теперь я говорю, у тебя уже было время себя показать. Ты выбрал зачем-то Эвертон. Я считаю, что Арсенал здесь не проиграет. В последних 4 матчах Арсенала обе забьют ставка проходит. В последних 9 из 10 матчей канониров тоже эта ставка заходит. Но и если даже обратиться к матчам Эвертона, то в 3 из 4 последних матчах у Ирисок ставка обе забьют проходит. В 2 из 3 последних выездных встречах тоже ставка обе забьют проходит. Но здесь можно даже еще и брать в внимание личные встречи. Потому что в личных встречах, когда Арсенал играет с Эвертоном, тоже обычно они богаты на забитые мячи. В 3 последних матчах и в 5 из 6 последних матчах между Арсеналами Эвертона ставка обе забьют проходит. И если мы берем матчи на Эмирейтсон, то в 4 из 5 последних матчах тоже ставка обе забьют проходит. То есть Эвертон спокойно забивает Арсеналу в гостях. И действительно у Арсенала в последнее время защита хромает. Раньше это было связано с отсутствием Монреал и Касселни, когда чудили Чемберес и Холдинг. Сейчас же они вернулись, вроде бы все наладилось. Мы видели матч против Челоси, Кристал Пелос, где Арсенал пропустил. Он в целом оборонялся хорошо. Но вот в выездной матч против Суонси привозит себе Чех, неуверенно играет защита. И Арсенал пропускает слишком много. В этой встрече, однако, с другой стороны, я все равно считаю, что эти защитники, когда они здоровые, а сейчас они здоровые, Монреал, Касселни, Мустафи, они могут сыграть на ноль, в том числе и против Эвертона. Хотя, с другой стороны, у Эвертона сейчас неплохие усиления. Из Арсенала перешел Уолкот, который в Арсенале был бесполезным. Но вот у Эвертона находят свою игру, сделал дубль ворота Лестера. И плюс еще подписали Тасуну, очень хорошего, сильного нападающего с Бешикташ. Естественно, ему надо время, чтобы освоился он. Но, тем не менее, все равно эти люди могут сворудить и наиграть на гол. Но в то же самое время, я думаю, что Арсенал не проиграет. 1х – это очень надежное событие. Я уверен, что Арсенал вовсе одержит победу в этом матче. Да, Арсенал уступается на выезде, но у себя дома на Эмиридс он всегда играет очень здорово. В последних 7 матчах Арсенал Эмиридс не проигрывает. 5 побед, 2 ничи. Эртон же, на самом деле, в последнее время не очень здорово играет. Это была единственная победа Эртона в 8 последних матчах. Так же, у команды было 4 ничи и 3 поражения. При том, что победили Лестер, который играл без основного лидера Мореза. А до этого было достаточно много осечек. В последних трех матчах выездных Эртон проигрывает. Поэтому, думаю, что для Арсенала большую угрозу он не станет. Тем более, что в личных встречах очень интересно. Арсенал, играя у себя дома, будь то на Хайбере, либо на Эмиридс, в 21 веке не проигрывает. 19 игры за это время команды провели. На стадионе Канониров 15 побед Арсенала. Лишь 4 ничьи и вовсе 0 поражений пушкарей. Поэтому, я думаю, что 1х плюс обе забьют за 2.19. В целом, хорошее событие. Не забывайте подписываться уже не на мой, а на наш канал. Ставьте лайк под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующих прогнозов. Высказывайте в комментариях свое мнение по поводу того, как завершится эта встреча. Ну и переходите в наши соцсети. Паблик ВКонтакте, Телеграм. Там я выкладываю на выходные различные экспрессы. Ну и в Инстаграме. Там тоже появится уже скоро видеопрогноз. Прогноз на матч. На матч Вспанел-Барселона. В воскресенье он состоится. Он там появится. Там есть видеопрогнозы, текстовое описание. В общем, думаю, что вам понравится. Успехов вам и удачных ставок. Продолжение следует...